Да, приемное доуправление, здравствуйте. Уже третью неделю в каждом ТСЖ телефон звонит почти так же часто, как в скорой помощи. Несмотря на то, что о первоиюльских нововведениях твердили не один месяц, оренбуржцы в большинстве своем отложили установку счетчиков на самый последний момент. У нас вообще заявок было по 30 заявок в день на пломбировку, на установку, так что большой такой наплыв был у нас, ужасно большой. Раньше счетчики были, сейчас у нас их нет, но просим, чтобы жители сами приобретали. Разобрались? Да. Счетчики закончились не только в ТСЖ, но и во многих крупных магазинах сантехники. Так что треть населения Оренбурга вынуждена скитаться по всему городу в поисках приборов учета. К сожалению, в данный момент кончились. То есть нет, уже неделю примерно где-то точно не готова. А вот насколько активно их разбирали в последнее время? По 10, по 20 штук сразу забирали. То есть разбирали их очень достаточно быстро. Однако, несмотря на перебои с приборами, с лесарем ТСЖ работы хватает. Их дни сейчас расписаны на пару недель вперед. Они стали самыми желанными гостями в каждой квартире. Здравствуйте. Здравствуйте. Я пришел к вам по установке счетчиков. Установка счетчика сегодня стоит от 450 рублей. Столько же стоит и сам прибор. Со своими кровными пенсионеры расстаются скрипя сердце и надеются, что такие траты скоро окупятся. Ну, конечно, мы будем меньше платить, мне так кажется. Самое основное. Но вот только дороговато для пенсионеров. В городском УЖКХ уверяют, затраты окупятся в первые полгода. На сегодняшний день счетчики стоят у половины оренбуржцев. Потому такие заявления небезосновательны. Установка приборов учета – это прежде всего стимул к экономике энергоресурсов. После установки прибора учета потребитель видит, сколько он потребляет, насколько можно сократить потребление ресурса и насколько можно сэкономить средств. По имеющимся данным, при рациональном использовании холодной, горячей воды можно сократить расходы больше, чем на 50%, даже не ущемляя себя в пользовании этой водой. Те, кто экономит на воде, не намерены, пробуют обманывать приборы учета. Несколько месяцев назад в интернете появились настоящие видеопособия. На них отчетливо видно – цифры счетчика замедляют ход, когда к ним подносишь крупный магнит. Однако производители предупреждают – увидев такое, выстраиваться в очередь за магнитами не стоит. Сэкономить они не помогут. Раньше такое было, потому что использовались металлические пластины. Сейчас в основном используют пластик или какой-нибудь металл, который не магнитится. Поэтому их обмануть становится проблематично. Смысла даже нету пробовать. Когда смонтируют, так снова проверяют. Сами мастера магнитить нет, потому что им тоже это не очень охота делать – ставить такие счетчики, потому что их нам наказывают с подобной установки. Развенчаем еще один миф. Тот, кто установит счетчик после 1 июля, оштрафован не будет. В законе такая мера не прописана. Но вот цифры в квитанциях однозначно удивлять неприятно. С сентября все те, кто не обзаведутся приборами, вынуждены будут платить заводу на 30-40% больше. Екатерина Киселева, Вадим Доминов. Маша Время.